Тридцать мощных Татар, взяв свои кузова по двадцать пять тонн щебня, передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени. Да, алло. Привет, привет. Да, ничем тут в центре по своим делам мотаюсь. Что у тебя нового? Подожди, подожди. Ты думаешь, за это время его никто не открывал? Я еду к тебе, слышишь? Никому его не продавай. Привет, ребята. Я Саша Жучкин. И как вы знаете, у меня есть знакомый старьевщик, который только что мне продал один из десяти советских утерянных чемоданов. И сейчас я при вас буду его открывать и смотреть, что же в нем хранится. Погнали! Ну что, я добрался до дома и готов открывать этот советский утерянный багаж. Я хочу вам сказать, что это не какой-то Галима Квест, который сейчас популярен. Типа посылка из Даркнета, кто-то где-то что-то закопал за большие деньги. Нет. Человек, который мне его продал, ручался за то, что это настоящий утерянный советский чемодан. И поверьте мне, этот человек не станет меня обманывать, потому что он давно этим занимается, и его авторитет намного важнее, чем вранье. Таких чемоданов, как он мне сказал, всего 10 штук. И один, ребята, сейчас лежит у меня на столе. Вы только себе представьте, это чей-то утерянный багаж времен СССР, и внутри него может находиться все, что угодно. Ну, вы же любите получать какие-то посылки, конверты, открытки, и представьте себе, что это для меня самая большая открытка в моей жизни, которую я открою. Я не буду долго тянуть время, давайте прямо сейчас при вас его откроем. Здесь есть кнопки, но они не нажимаются, и, скорее всего, он закрыт на ключ. Поэтому мне нужно сейчас сходить и принести какую-то отвертку, либо ножик. Так, эта штука у меня получилась. Смотрите, этот чемодан 100% не скрывался, потому что тут это, видимо, наклейка, которая пломбируется в багаже, и когда ты ее открываешь, здесь написано «Вскрыто». То есть это еще раз подтверждает то, что этот чемодан не вскрывался ранее. Во-первых, запах, который оттуда издается, это реально прошлое. Это вот, если у вас есть бабушка или дедушка, которые живут в доме или в квартире, вы прекрасно поймете этот запах. Запах такой, знаете, каких-то старых вещей какой-то старины. Ну что, готовы? Это советский паспорт. Я его еще не открывал, я не знаю, кто там, я не знаю, чей-то. Как я предполагаю, скорее всего, это паспорт того человека, чья это посылка. Калинова Нина Анатольевна. Паспорт гражданина Союза Советских Социалистических Республик. 1 июля 1957 года деревня Гололино, Гололино-Удумельского района, выдан 11 сентября 1978 года. Ребят, вы только себе подумайте, 11 сентября 1978 года. Обязательно покажите это видео или этот фрагмент вашим родителям, вдруг они знают эту женщину. Место жительства, посмотрите, сколько раз она меняла место жительства. Самое крутое то, что есть, как мне кажется, это фотик Polaroid. Обязательно напишите в комментах, у кого такой же был фотик или, может быть, до сих пор есть. Коробка прям, ну вообще все новое. У меня реально не было никогда Polaroid. Я и особо-то не знаю, как с ним обращаться. Крутяк, смотрите. Блин, охрененная штука. Интересно, продаются ли кассеты к Polaroid? И вообще, тут смотрите, какой-то фильтр. Цените, сюда кассета заправляется. Смотрите, тут целая коробка, прям полноценная коробка от него. Паспорт, ну или инструкция, что это. Прям вообще гармошка такая. Блин, охрененная штука. Как я понял, эта женщина купила подарки и себе, и своему мужу. Потому что все, что здесь находится, именно об этом и говорит. Колготки Эвона. Блин, колготки женские. Вот вы только себе представьте. Женские колготки Эвона. Это, блин, это настоящие советские, мать его, колготки. Вы только, вы только себе представьте. Блин, это что, на ребенка, что ли? Тут не написано какой-то год. Хрудим, государственное предприятие, орденоносец труда. Колготки Эвона. Почувствуй себя женщиной. Как раньше проверяли колготки, это вот так вот, ну, их растягивали вот так вот. Ну, не знаю, я колготки не носил, поэтому это прикольно. Ну, как бы, мне это точно не пригодится. Дальше у нас, смотрите, это географический атлас. Москва, город-герой, столица СССР, российской РСФСР. По всей видимости, эта женщина поехала куда-то за границу покупать вот эти вот, ну, дефицитные на тот момент вещи. И жаль, конечно, что эти вещи не добрались для своего хозяина, но просто, просто обычный маленький атлас. Раньше же не было всяких, знаете, гугл-карт и там всяких навигаторов. Люди просто ориентировались по обычным атласам. Дальше идет прям невероятно охрененно крутая штука. Это пиво Финляндия. Возможно, эта женщина ехала из Финляндии и, возможно, именно оттуда этот полароид. И давайте я открою это пиво в конце видео и мы посмотрим, что стало с напитком больше, чем за 20 лет. А может и не открывать? Ну, это все-таки раритет. Окей, решим в конце. Смотрите, что есть еще дальше. Тут есть очки. Ну, тут, кстати, две пары. Как мне они идут? Типа, эй, а не хочешь ли, чтобы я сфоткал тебя на полароид? Они очень сильно увеличивают. У человека было что-то со зрением. Душка, конечно, очень сильно износилась. Написано Дивуар Итали. Так, еще есть вторые. Блин, какие мне лучше? Напишите, какие мне больше идут. Первые очки вот эти вот или вторые вот эти вот? Эти как будто вообще какого-то рэпера-фараона или там Фейса. Это, ребята, винтаж. Это реально крутой винтаж. Это телефонная книжка. Тут реально записаны чьи-то номера. Оцените. Карандашом написаны чьи-то номера. Прикиньте, по ним позвонить и спросить, что стало с этой женщиной. Ребят, это сигареты. Партнер. Я никогда в жизни таких сигарет не видел. И, ну, открывать их или не открывать, как думаете? Тут написано супер-лонг, супер-длинный. Какой это год, интересно. Партнерс 100. Македония табак скобжа. Я принес стаканчик. Сейчас я буду пробовать это пиво. И заодно посмотрим, что находится внутри этих сигарет. В чемодане больше ничего абсолютно нету. То есть, посмотрите. Так он выглядит внутри, этот чемодан. Ребят, если вы хотите, чтобы я купил еще один чемодан, давайте соберем 10 тысяч лайков под этим видео. И я поеду и куплю еще один утерянный багаж. А сейчас я буду пробовать это пиво. Ну, если его еще можно назвать пивом. Во-первых, посмотрите, как оно открывается. То есть, сейчас так уже совсем не делают. И оно все в пыли в какой-то. Пахнет реально пивом. Прям настоящим пивом пахнет. Я вам клянусь. Пахнет настоящим пивом. Смотрите, как оно. Охренеть. Этого пива больше 20 лет. И оно пенится, как будто вот только что разлитое. С ума сойти. Просто с ума сойти. Ну, осадка тут никакого нету. Фу, но оно, конечно, пахнет не свежим пивом. И таким попробовать мне чуть-чуть, нет? Можно ведь, конечно, и отравиться. Но если чуть-чуть, ничего же со мной не случится, правильно? Я не хочу его глотать. Я его хотел просто попробовать на рецепторы. И оно, на самом деле, не поганное. То есть, оно не какое-то там, какое-то кислое или вяжущее. Оно, в принципе, абсолютно адекватное и нормальное. Сейчас такое пиво во многих барах разливают, типа, знаете, там, за 100 рублей. Но сам факт того, что это пиво, посмотрите, пенится по сей день, говорит о том, что это все-таки было реально натуральное пиво, по всей видимости. Давайте откроем и посмотрим, что же стало с этими сигаретами. Я не курю. Сразу говорю, что я не курящий. И поэтому я сейчас, по сути, их просто открою, подожгу и понюхаю. Ну, нет, ничего такого. Они реально длинные какие-то. Они не такие, как сейчас делают. Они супердлинные. Запах прям обычных сигарет. Самых обыкновенных. Назад в прошлое. Пиво в Финляндии и сигареты из Македонии. Сишки как сишки, обыкновенные. На самом деле, я очень рад, что в этом чемодане оказались такие крутые вещи, как полароид, вот эти вот сигареты, это пиво. На самом деле, это все очень круто. И если вы хотите, чтобы я купил еще один чемодан, 10 тысяч лайков, и я куплю самый большой чемодан, который только есть у старьевщика. Ну, а вы не забывайте подписываться на канал, смотреть мои прошлые ролики. Блин, не теряйте багажи, потому что, я думаю, очень обидно, если вы теряете вещи, которые вам принадлежат. Пока. В Ленинграде 17-19 градусов дождь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова